Иисус Христа Прежде чем я буду проповедовать, я хочу сказать, обратиться ко всем верующим, которые сейчас смотрят меня или будут смотреть в записи. Послушайте, Господь мне сказал, мне сказал Господь, я это озвучу. Может, для кого-то это тоже надо, может, тоже кому-то это необходимо, коснется его. Господь мне сказал в духе, если быть христианином, то быть настоящим. Не полуверующим, не играть роль, а быть настоящим детем Божьим. Перед тем, как я уверовал, я видел много лицемерия в церкви. Я видел, что люди в церкви одни, а, знаете, играют роль какую-то серьезную, а выходят, и они совершенно другие люди. И меня, в принципе, это никогда не устраивало, не манило. И когда старшая сестра со мной разговаривала, что ты думаешь насчет покаяния, насчет веры в Бога, я помню эти слова четко. Как будто это было вчера, я сказал, что если я хочу быть верующим, я хочу быть настоящим. И вы знаете что, прошло 23 или 24 года, и я продолжаю внутри себя нести вот эти слова. Быть настоящим, быть настоящим верующим. Я продолжаю хотеть этого, я продолжаю стремиться к этому, я понимаю, что в этом глубокая суть. Нет смысла играть роль, нет смысла быть верующим и пойти в ад. Нет смысла быть, знаете, спасенным головнёй из огня, хотя бы даже так. Нет смысла, есть смысл, уж если ты принял Бога, следуй за Ним, всецело, всем умом, всем разумом своим, посвяти свою жизнь Ему. Такой у меня пример есть. Знаете, в некоторых странах обучение для студентов, оно бесплатное. Вот, например, в Финляндии, да. Но в других странах, во многих есть обучение, за которое надо платить. И платить очень большие деньги. Вот представьте, родители накопили деньги, они вот просто, знаете, откладывали специально, чтобы их дети получили образование. Чтобы дети стали успешными в этом мире, были приличными людьми, никогда ни в чём не нуждались. И вот представьте, родители всё сделали для того, чтобы ребёнок стал успешным. А ребёнок, он просто разгильдяй. Просто мотает, просто на уроке ходит, сидит вот так, смеётся, разговаривает, шутит, в телефоне играет. Представьте, родители даже не знают. Ну, если родители узнают, потом учителя, например, родителям говорят, да. Знаете, ваш сын разгильдяй или ваша дочь там. Вообще несерьёзно относится. Они не ценят. Им это вообще не надо, чтобы выучиться на кого-то там. Это надо было вам, это не ему вообще надо. Он вообще ходит, он не понимает, для чего он там. Он просто ходит, чтобы отмечаться, просто угодить родителям. Но ему это не надо. Вы понимаете, вот эта параллель, это сравнение также и с нами. Иисус заплатил своей кровью, представьте, не деньгами, кровью. Заплатил, чтобы мы учились. Ведь мы же не были взяты в тот же самый момент с земли на небеса. Мы были оставлены для того, чтобы учиться, для того, чтобы преображаться в образ Христа. Представьте, образ Христа – это Христос, который был тогда, прямо сегодня, здесь. Вот же такой образ Христа. Это не что-то слабое, это не что-то немощное. Это что-то мощное, красивое, сильное, ясное, потрясающее, отличающееся от всего. Просто завораживающее. Вот какими мы должны становиться. Мы должны преображаться в образ Христа. Но как? Я вам приведу пример. Вот мы взираем на образ, который создан в духовном мире. Миров сейчас много. Есть физический мир, есть духовный мир, есть виртуальный мир. И многие, взирая на виртуальный мир, вновь и вновь хотят быть там. Видно вам, не видно, какие красивые заставки у моего сына? Горы. Горы. И знаете, вот хочется смотреть, хочется еще смотреть, и взирать, и смотреть, и взирать, и смотреть. И ты уже представляешь, что ты вот по этой дороге едешь, среди валей такой, вот прям дубовая аллея, кажется. Море такое, понимаете, облака ниже тебя, вообще красота. Просто горы, 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 да? И вот, ну, знаете, каждый находит в телефоне свое удовольствие, по своему вкусу. Скажем так, извините меня, идола по своему вкусу. И постоянно находится там. Представьте, что с нами произошло за каких-то 15-20 лет, что с нами произошло. Наши жизни изменились. Представьте, мы теперь подсажены, и мы взираем на этот образ. Ведь это же образ, имидж, посмотрите, образ. И я смотрю, и я смотрю, и я снова, знаете, мне сказали, убери телефон, я убрал телефон. Но внутри я хочу опять смотреть. Я хочу опять, когда никто не видит, я опять открываю телефон, и я смотрю, я смотрю на этот образ. Я смотрю, я не могу, я просто, знаете, и я, и знаете, вот таким образом, таким образом мы должны были смотреть на Христа, если честно. Вот пока никто не видит, знаете, мы такие вроде бы что-то делаем там, да, ну, то есть кто-то видит, да. А как никто не видит, что мы бы должны были бежать в молитву с Богом, общаться с Богом, читать, получать откровения, слушать, поклонения, молиться, представлять, Бог бы тебе показывал такие вещи. Ты бы изменился, ой-ой-ой. Ты бы изменился в образ Христа, если бы ты, если Евангелие не отходило бы от твоих уст, ты бы просто перешел бы от теории к практике. И сегодня Христос ходил бы по этой земле. Какой Христос сегодня ходит по земле? Какой? Вот кто нас захватил, кто нас победил, тот и наш Господь. Тот, кому ты отдаешь в свое время и является твоим Господом. Поэтому, если и быть христианином, братья и сестры, это то, что мне Бог сказал, может быть, к вам тоже это прозвучит, то настоящим. Аминь. Итак, тема проповеди будет называться «Рождение свыше». Рождение свыше – это рождение от Бога. От самого Бога. Послушайте, ангелы не родились от Бога. Эта земля не родилась от Бога. Животные, которые находятся на этой земле, и знаете, даже обезьяны, те, которые чуть-чуть похожи на человека. Кто-то сказал, что обезьяна никогда не может стать человеком, но человек иногда может в некоторых случаях. Никто не был рожден от Бога, только его дети. Только его сын. И в сыне мы уже были рождены от Бога. Это был план Бога. Даже ангелы не имеют этой близости, не имеют этого статуса. Ангелы Божьи – это не дети Божьи. Это творения, это слуги Божьи. Это те, которые подносят, уносят, служат, поют, я не знаю, что-то делают там на небе. Войну ведут, охраняют там территорию, границы или так далее. Но никто так близко не имеет к Богу подхода, как его дети. Только дети имеют право быть с Папой, быть с Отцом Небесным. Рождение свыше – это новая природа в человеке, рожденная от Святого Духа. Вот точно так же прототип того, как к Марии пришел ангел Гавриил и сказал ей, радуйся благодатно, ибо ты зачнешь в очреве твоем родишь сына, и рожденная тобою будет называться святым, потому что от Духа Святого ты зачнешь. И ты родишь сына, наречешь им имя Иисус, и Он спасет людей своих от грехов их. Понимаете, такое пророчество прям. И я прям расписал, что произойдет с ней. И вы знаете, что? Тот же самый прототип, та же схема работает с нами. Приходит кто-то в нашу жизнь, свидетель Иисуса Христа, говорит нам об Иисусе Христе. Мы слушаем проповедь Евангелия. Мы принимаем Иисуса, мы обращаемся, мы понимаем, что Иисус нам нужен. В нас рождается Святое. В нас рождается Христос. Иисус рождается в нашем сердце. И вот когда Он заходит в нас, в нас рождается новая сущность. Это наш рожденный свыше Дух. У неверующих людей, которые не верят в Иисуса Христа, не посвятили Ему свою жизнь, у них тоже есть Дух, у них тоже есть предчувствие, есть интуиция, также есть совесть. Иногда у неверующих людей совесть бывает даже, работает безотказнее, чище, чем у верующих. Потому что верующие все могут позволять. И апостол Павел писал, что благодать не должна служить поводом к распутству. То есть благодать, значит, на совесть тоже, знаете, все равно. Нет. Совесть есть совесть. Не надо ее перешагивать. Итак, в нас рождается новая природа. Новая природа, которая любит Бога, которая не может грешить, которая хочет чистоты, хочет святости. А что происходит со старой природой? Она как бы умирает, но если мы ей позволяем, если наш рожденный свыше Дух не растет, то просыпается грешная природа человека. Как я уже говорю, что дела плоти, да, и дела Духа. И они друг другу противятся. Плоть противится Духу, Дух противится плоти. Что это значит? Это и есть то, что рожденный свыше Дух, христианин, да, рожденный от Бога, он теперь не приемлет все грехи. Блуд, нечистоту, непотребство и т.д. и т.п. Ему это чуждо, и он говорит, нет, 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 так не будет, так не будет. Ты такой удивляешься, как это в моей жизни. Раньше все это было, а сейчас как-то нет. Почему нет? И ты не понимаешь, новая природа теперь не согласна грешить. Но ты можешь грешить, ты можешь согрешить. Почему? Потому что старая природа взяла свое. Она взяла верх и победила новую природу. Почему? Но она оказалась слабой. Она должна расти и развиваться и быть в присутствии Божьем, чтобы получать силу, как растение, а должно быть на свету. Если нету света, оно становится слабым, хилым и умирает. Один верующий, слушая проповедь о плоти и о духе, он сказал, «В день моего рождения свыше всякая плоть во мне умерла. У меня больше нету плоти. Я только дух. Я полностью свят. Я полностью чист. Я не могу грешить, и я не грешу. Я такой же, как во Христе, и я чуть ли не сам Бог». И вы знаете, пастор, пастору это вообще просто удивило. Интересно. Есть такие люди, которые вообще в церкви, которые вообще не имеют плоть. И вы знаете, что он сделал? Он пригласил этого человека к себе после собрания на обед. И этот человек с радостью принял приглашение. Почему будем пообедать у пастора? И вы знаете, когда они приготовили еду, сели за стол, то пастор берет стакан с водой и резко выливает ему в лицо. И вы знаете, что? За доли секунды в нем проснулась такая вот такая бешенство и агрессия. Понимаете? Он был настолько разозлен. Что это? Как ты мог? Как? И он говорит, послушай, только что ты говорил, что в тебе нету плоти. и буквально стакан воды воскресил в тебе плоть. Поймите, братья и сестры, пока мы ходим по земле, нас атаки будут всегда сопровождать. Дьявол, он рыкающий лев. Как рыкающий лев? Ищет кого бы поглотить. Поэтому мы должны иметь бдительность, чтобы нас не съели. Проблемы этого века. вот таким образом было доказано, что в нем все-таки плоть скрывалась, но прикрывалась какой-то гордостью. Во мне я такой, знаете, я совершенный, я супер-пупер, мега-святой. Да? И почему тогда стакан воды все с тебя снял, весь мейкап твой? Ты стал такой, какой ты есть. Читаем Слово Божие Иоанна 1, 10. Про Иисуса Христа Иисус Христос единственный святой. И в нем не было этой грешной природы. Хотя он был, он бы мог свободно согрешить. Написано об Иисусе Христе, что он был искушаем и ни в чем не согрешил. Он был искушаем дьяволом. Когда дьявол тебя искушает, его задача ввести в тебя в грех. Для чего? Чтобы юридически представить тебя как уже прокурор на суде грешникам. Вот Бог, смотри, это грешник, он согрешил. Вот почему дьявол соблазняет тебя сделать грех. Чтобы обвинить тебя перед Богом. Написано в Библии, что дьявол, сатана, клеветник на наших братьев день и ночь. Он клевещет Богу и говорит, посмотри, посмотри, посмотри. Поэтому Иисус и назван ходатаем Нового Завета. Потому что он заступник наш, ходатай, то есть адвокат. Иоанна 1,10. Он был в мире, который через него был создан. Но мир не узнал его. Он пришел к своим, но свои не приняли его. Но всем тем, кто его приняли, кто поверил в его имя, он дал власть стать детьми Божьими. Детьми, рожденными не от крови, не от желаний или намерений человека, а рожденными от Бога. Вот это важно понимать каждому христианину, каждому верующему. И знаете, Слово Божье сортирует верующих. Скажем так, знаете, всегда есть сортировка, когда есть какое-то производство, смотрят, о, брак в сторону, о, нормально, оригинал, пожалуйста, в продажу. Понимаете, что Слово Божье всегда сортирует. Очень много есть верующих людей, очень много, но они не рождены свыше. Задайте такой вопрос. А эти люди спасенные? Те люди, которые не родились свыше, они спасенные? Нет. Почему? Слово Божье так говорит. В Бога не просто надо верить, Его надо принять. А если ты говоришь, что ты верующий, а живешь как все неверующие, то какой ты верующий, в чем тогда различие? В чем? Иоанна 3, 3 говорится, Иисус сказал ему в ответ, истинно, истинно, говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божье. Кому это он говорил? Это не было сказано какому-то бродяге, грешнику, алкоголику. Иисус не говорил, что вот видишь, ты бухаешь, и ты не можешь войти из-за этого в Царство Божье. Сто процентов алкоголики не войдут в Царство Божье. Если ты, твоя рука постоянно тянется к алкоголю, ты прямо слюни прямо у тебя, вот так, то ты любишь этого идола, ты любишь Бога, ты уже выбрал. Не потому, что Бог тебя не захочет взять на небеса, Он хочет, ты не захочешь на небеса, что ты уже сделал свой выбор. И тебе теперь надо покаяться, попросить помощь у Бога. Вот в чем у многих проблема. Просить помощи. Гордость людей мешает им просить помощь у Бога. Как будто они прям вообще-таки беспомощны. Знаете, люди сегодня говорят, о, верующие такие беспомощные серые люди. Знаете, верующие, да, они сказали перед Богом, я беспомощен, я во грехах, я нуждаюсь, и Бог помог. Теперь это сильные люди, это влиятельные люди, это святые люди, это красивые люди, это люди, которые с этой земли уходят на небеса. Что больше всего будет мучить людей в аду? Послушайте, что? Конечно, огонь, который не будет угасать, черви, которые не будут умирать. Библия все это говорит. Но хуже всего будет мучение, что ты мог тоже стать верующим, но не стал. Ты будешь видеть, Васька, Васька на небо пошел, да если бухал, клей нюхал, как он пошел на небеса? Мы с ним воровали, мы с ним там то и другое делали, как это он пошел на небеса? Да, в конце концов он тормознулся, он задумался, он сказал, хватит, я устал, я хочу в Богу, я хочу на небо, я не хочу в ад. Многие люди говорят, верующие пугают людей адом, ад, ад, и знаете, как это прискорбно, когда люди из-за страха попасть в ад приходят к Богу. Знаете, я бы не смеялся таким образом, потому что Евангелие без ада не является Евангелием. В чем же тогда радостная новость Евангелия? В чем? В чем она радостная? Евангелие переводится радостная весть об Иисусе, да? Радостная весть. В чем она радостная? Жил, жил, жил человек и теперь просто еще лучше живет. Нет. Убери ад и все, не надо проповедовать Евангелие. Зачем? Кто захочет, будет жить лучше, а кто захочет, так будет жить. И вот это будет мучить тебя, дорогая душа, если ты еще не с Богом. Будет мучить тебя. Он пошел, да он хуже меня. Он хуже меня в десятки раз. Я в такие добрые дела делал на земле. Я, да я, да я, да я. И такой в аду, и в аду навсегда, навечно, в огне, и не можешь ничего сделать. Все, приговорен, на пожизненно, навечно. А они, грешники еще грешнее всех грешников, пошли на небеса, как же так? А-а-а, они родились свыше, а ты нет. Ты просто верил в Бога. Ведь дьявол тоже верит в Бога, и все бесы верят в Бога. Вы не думайте, что дьявол не верующий, а он тоже верующий. Ну, он будет в озере огненном. Его вера в Бога, он же не просто верующий, он же был с Богом. Это коммунисты, атеисты могут говорить, там Бог есть, Бог нету. А когда беда все к Богу, никто во время войны, знаете, не кричал, Ленин, помоги нам, Сталин, 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 помоги нам. Или там, все кричали, Боже, помоги, Иисус, помоги. Вот как только кричали атеисты. Никто не обращался к Ленину и к Сталину, что это люди, надо к Богу обращаться. Итак, кому был задан этот вопрос? Кому было это адресовано, вот эти слова, эти фразы? Иисус сказал ему, лично, сказал в ответ. Это был ответ на поиск. Это говорит о том, что у Никодима, который учил людей Слову Божьему, он был фарисеем, а значит, первых пять книг Библии он знал наизусть, Некоторые даже не знают последовательность книг наизусть, название книг. Но он знал все наизусть, фарисей. Иисус ему задал вопрос, ты ли учитель Израилев не знаешь этого? Чему же ты тогда учишь? Куда же ты уведешь за собой людей, если ты их учишь и сам не знаешь вечной жизни, спасен ты или нет? А Иисус ему сказал главную его проблему. Главная проблема была то, что он не был рожден свыше. Главной проблемой не было, что Никодим был плохим человеком. Никодим был хорошим человеком. Никодим был уважаемым человеком. Может быть, он даже был богобоязненным человеком. Но он не был рожден свыше. Никакое доброе дело на суде Божьим, не оправдает тебя. Вопрос, ты был рожден свыше или не был? Вот и все. Вот это будет, это самое главное в христианстве, если вы хотите знать. Это рождение свыше. Это рождение от Бога. Когда грешный человек, которого все знали вдоль и поперек, что это грешник. Вдруг он становится другим. И все замечают перемены в нем. Что произошло? На какие курсы ты ходил? Чем ты подшился? А я принял Иисуса Христа. Я обратился к Нему. Да, как слабый и беспомощный человек. И всем нужно прийти к Богу не сильными, а слабыми и немощными. Потому что именно такими делает грех людей. Слабыми и беспомощными и грязными. Много людей верят в существование Бога. Много людей. С кем вот я не разговариваю, каким-то образом он верит в Бога, он слышал о Боге. Но вопрос, родились ли они свыше? Эти люди, которые верят в Бога, родились ли они свыше? Представьте, это сказал сам Иисус. Сам Иисус сказал, царь царей Господь господствующих. Весь суд отдан Ему. Бог Отец отдал весь суд Сыну. И теперь Иисус говорит, истинно, истинно, представьте, то есть, внимание, внимание, Никодим, если кто не родится свыше, не может подняться на небеса и быть там. Не может, не может, не может, не обманывайтесь, что если вы верите в Боженьку, вы спасены. не спасены, если вы не родились свыше. И если вы не родились свыше, что значит родиться свыше? Мы только что прочитали в первой главе Иоанна. Он пришел к своим. Что они сделали? Они его не приняли. Почему ночью пришел Никодим, а не днем? Почему он мешал спать учителю? Почему он мешал? А потому что общее число, как сказать, их общество религиозное, Иисуса Христа, как спасителя мира, не приняло, отвергло. Вместе со всем практически народом отвергли его спасение. Все. На что ты надеешься, если ты, Бог, Бог, со своей стороны, по великой своей любви, послал своего сына в этот мир, чтобы спасти? И люди просто так говорят, да мы, ты нам не нужен. Так а как тебя спасти? Как тебя спасти? Тебе кидают шнур, веревку, канат. Давай там, из воды вылезай на борт корабля. Ты говоришь, мне не нужен. Мне не нужен этот канат. Как тогда тебя спасти? Никак. Ты погибнешь. Хватайся. Каждый хватается, знаете, на отрезки жизни. Кто-то хватает при нормальной жизни за этот канат, знаете, за свое спасение. Все было нормально, не было никаких бед. Человек не разбился, с ума не сошел там, я не знаю, не стал каким-то великим падшим грешником. Он был просто нормальным грешником, как все. Он слышал весть о Христе, принял. Кто-то в последнюю минуту принял Христа и родился свыше. Кто-то от больших проблем. Люди не идут в церковь, потому что все нормально. А представьте, когда будут большие проблемы, вы увидите, как церкви переполнятся? Вы увидите. Луки 7,30. А фарисеи и законники отвергли волю Божию о себе. Как? Как они отвергли? Не крестившись от него. Они Иоанна не приняли. Бог послал Иоанна, крестителя, перед Иисусом. Написано, что они не приняли о себе волю Божью. Не крестились от него. Они и не ходили. Никодим не ходил к Иоанну. А Иоанн – это вот только перед Иисусом. Это не что-то старое, древнее. Только вот сейчас, пару недель назад, Иоанн крестил. Никто из религиозных вождей не вышел. Никто. К чему тогда Иисус и спрашивал? Крещение Иоаннов было от Бога или от человека? Они такие, о! И все поняли сразу. Бог послал Иоанна. Не приняли. Бог послал Сына Своего. Не приняли. О чем тогда речь идет? Иисуса надо признать. Взять фамилию Его. Вы понимаете? С Иисусом тебе придется засветиться. Знаете, как многие люди не хотят светиться, они хотят быть в стороне вот так вот, знаете? В стороне вот так вот. Мы как бы с Ним, все, на небеса тоже хочется, но вот так, чтобы прямо вот так вот близко, вот так вот, прям соединиться, стать одно. Не, 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 не. Мы как бы, мы так вот в стороне. Мы приходим там, тихонечко там садимся, чтобы нас, не дай Бог, не подумали, что мы из этой церкви. Нет. Если ты хочешь родиться свыше, тебе надо принять Его фамилию. Тебе надо принять Святой Дух. Тебе надо полностью осознать, что только Иисус есть твое, спасение и выход. Ты должен осознать, какой ты плохой, что ты грешил и что плохим ты стал просто потому, что грех был в твоей жизни. А убери грех, ты хороший человек, ты замечательная личность. Не правда ли? Аллилуйя. Аминь. Давайте сейчас будем молиться. Субтитры создавал DimaTorzok